Семиклассник Георгий Павлов, победитель конкурса «Лучший скворечник», самостоятельно и сверлил, и выпиливал свое творение. За неделю из двух поленев он сделал уютный и удобный дом для птиц, возвращающихся с юга. Взяв еще одно полено, я распилил его на несколько небольших колечек и приделывал сверху и снизу. Снизу я приделывал на шуруп, а сверху я сделал на штабике, чтобы можно было снимать. В Самарском зоопарке конкурс на «Лучший скворечник» проводят ежегодно. В преддверии Международного дня птиц, когда скворцы и жаворонки прилетают в наши края. Цель конкурса исключительно практическая – сделать для птиц готовые гнездовья. В самом зоопарке перелетных пернатых немного – 8 видов. В основном это хищники, орланы, коршуны, некоторые совы. Сотрудники зоопарка говорят, что зиму птицы переносят стойко. Они переносят зиму очень хорошо, потому что в корм они не обделены. У нас очень хорошие поставки, мясо отличное, они кушают и могут, в принципе, находиться на улице даже в самые серьезные морозы, свыше минус 30 градусов. Каждый скворечник, участвовавший в конкурсе, получил свою маркировку. Зеленый означает, что скворечник необходимо доработать, перед тем, как вешать его на улице. Красный означает, что он совсем непригоден для жилья. Либо гнездо слишком большое, куда смогут забраться хищники, либо такая конструкция, в которой птенцам будет тяжело выжить. Ну а совсем без маркировки такие скворечники сразу после конкурса отправятся украшать улицы Самары. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.